Всем привет! Сегодня видео из разряда, как перенести тонировку с понравившейся фотографией. Я уже делал несколько видео на эту тему, поэтому останавливаться подробно на технологии не буду, просто покажу пример еще один, как это делается. Итак, слева у нас фотография Михаила Тарасова, замечательного фотографа из Питера, он мне очень нравится, я уже вам об этом рассказывал. Итак, первое, что я делаю, естественно, я беру корректирующий слой кривых и первым делом беру черную пипетку и восстанавливаю точку черного. Вот так вот сильно меняется фотография по цветам, но я на этом не останавливаюсь, беру серую точку, точнее серую пипетку и пытаюсь восстановить средняя серая тона, нейтральные тона. И вот ищу точку, в которой эти нейтральные тона присутствуют. То есть просто тыкаюсь пипеткой на белый цвет, там, где я считаю, что он должен быть серо-белым, то есть нейтральным. Ну вот, наверное, где-то в районе глаза оно должно присутствовать. Собственно, вот примерно так. Я оцениваю фотографию по цвету кожи сейчас, на данный момент. Я стараюсь привести ее к изначальным оттенкам, то есть к тому, как это было сфотографировано. Конечно, это очень далеко от реальности, но я пытаюсь приблизиться к этому идеалу. И два слоя корректирующих кривых я сделал, восстановил нейтральную точку, восстановил черную точку. И сейчас я пытаюсь при помощи инструмента Selective Color еще немножко подвигать ползунки, таким образом, чтобы кожа девушки была не такая красная, поменьше, чтобы в ней было манженты, чтобы она была немножко нейтральная. Еще раз повторюсь, я пытаюсь вернуть фотографии естественный вид. Для чего я это делаю? Для того, чтобы потом все эти настройки можно было инвертировать и применить к фотографии справа. Таким образом, мы перенесем тонировку. Кто не смотрел мои видео более подробные, добро пожаловать на мой канал. Там есть несколько видеороликов на эту тему. И там технологию переноса я рассказываю очень подробно. Поэтому, если кому непонятно, прошу вас посмотреть мои видео, которые я снял ранее. Итак, мне кажется, я уже довольно сильно приблизился к тому, что мне надо. Сейчас еще пара небольших штрихов. И уже будем переносить. Итак, я создаю на правой фотографии корректирующий слой кривых и вбиваю значения, которые я взял с левой фотографии, но инвертирую их. Если значения на левой фотографии были справа налево, так скажем, то эти значения на правую фотографию я переношу слева направо. Значения я вставляю наоборот. Таким образом, кривые у меня инвертируются. То есть, они становятся противоположны тому, тем кривым, которые у меня на левой фотографии. Так, вот это я восстановил точку черного. Точнее, не восстановил, а испортил ее таким же образом, как это было сделано на фотографии слева. А сейчас я буду придавать цвет при помощи нейтралей. Опять же, я смотрю, как сделано на левой фотографии. Беру эти значения циферок и вставляю эти значения циферок на нужном цветовом канале, на данный момент в красном, но наоборот. Сейчас на левой фотографии мы смотрим синий канал. Тыкаюсь на точку, смотрю значения и переношу эти же значения на правую фотографию. Вот так, кривая выгибается в другую сторону. Все у нас идет по плану, все отлично. Можно уже наблюдать результат, он уже очень похожий. Итак, естественно, так как я восстанавливал там цвет кожи при помощи инструмента Selective Color, точно так же я поступаю здесь. Смотрю значения на левой фотографии по Selective Color в разных каналах и восстанавливаю эти значения. Только в обратном направлении опять же. Так, зеленый канал. Зеленым у нас ничего не было сейчас. Сейчас мы посмотрим синий, синий восстанавливаем. Так вот. Угу. Отлично. все то есть тонировку мы перенесли на на данный момент мне кажется что фотографии немножко светловато то есть я сейчас при помощи кривых восстанавливает он графе давайте сравним отключая все корректировки вот пожалуйста смотрите уже все очень близко единственное что мне не нравится немножко нужно затемнить точку черного и и пожалуй поработать над светлыми тонами чем мы сейчас и займемся целом на тренировка перенесена сейчас я буду добавлять пару штрихов так чтобы правая моя фотография была максимально похоже на то что слева я создал отдельный слой результирующий слой и при помощи световых масок я хочу выбрать сделать масочку со светлыми участками фотографии у меня уже заготовлен экшен который создает в каналах несколько слоев несколько каналов с разными масочками самые светлые самые темные тона вот несколько масок одной из них я выбрал и сейчас постараюсь осветлить вот так вот добавить объемы фотографии путем придания светлым участком еще более светлого тона так как у нас светлые участки получились немножко желтоватыми я создал специальный слой для обесцвечивания светлых тонов то есть просто черно-белый слой взял и накинул на него ту же самую масочку сейчас я ее немножко размыл чтобы воздействие было более плавным и вот эта желтизна из светлых участков фотографии она ушла я ее просто нейтрализовал сделал более нейтральным так и еще небольшой штрих я чуть-чуть меняю оттенок темных цветов темных участков фотографии сейчас я делаю более темную точку черного при помощи кривой опускаю точку черного чуть чуть сильнее чтобы добиться такого же эффекта как на фотографии слева применяю к этому слою режим лимоносити чтобы не изменять сам цвет чтобы менять только тон ну и пожалуй на этом все я считаю что тонировку я перенес очень даже похоже вот такой результат у меня получился очень даже неплохо мне очень нравится спасибо вам за внимание надеюсь будет еще много полезных уроков поэтому подписывайтесь ставьте лайки всего доброго и до встречи и помехи Продолжение следует...